И мы категорически горячо и пламенно, даже обжигая вас немножко своей любовью, приветствуем всех любителей рубрики Best Replace, всех наших зрителей. 51 выпуск, перевалили мы за полтинник и уверенно приближаемся к сотой юбилейной записи. Ну это вот так, взгляд в перспективу. Как обычно, в самом начале выражаем особое сельвупле нашим постоянным и непостоянным инвесторам с саппортом рубрики. Николай Сатаев 500 рублей закинул молча. Ну, чего же говорить, настоящий мужчина просто действует. Hornet, спасибо большое за поддержку, 500 рублей взнос в фонд пенсионеров Варкрафта. Пенсионный возраст в Варкрафте продлили, как показал патч 1.30. Олег Ткаченко 500 рублей закинул бойнич, спасибо за позитивные эмоции. Если есть вариант, найдите старые реплеи NoHeroLV150. По таким никам играл Акслав или туда из топов без героя, унижая ладер. Очень интересная скилловая игра. Поищем, просто старые денки найти уже практически невозможно. Ресурсы, на которых они были размещены уже давным-давно, поросли мхом и паутиной. Best Replay Everyday Milkshake за 300 рублей. Нормально, говорит, мало. Чугалох, 103 отправил, но не такой уж и лох. Только вы и реаниматологи действуете, действительно делаете важное дело. Спасибо, пожалуйста. Секси Лолечка Стор соточку отправила. Можно больше нестандартных тактик заводка, а можно Best Replay с 2 на 2. 2 на 2 можно, но... Друзья, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Если вы хотите реплеив 2 на 2, поищите нам, пожалуйста, годно. Потому что аспиранту очень тяжело вывозить в соляк. Вообще, патч 1.30 грядет. Но я, наверное, во время обзора игры вам о нем немножко расскажу. Не о самом патче, а в целом об этой ситуации. Так, Ягдон полтинник перевел и тоже молча. В общем, все, кто нас поблагодарил деньгами, огромное вам спасибо ответное. Ребята, благодаря вам рубрика живет до сих пор и здравствует, ну и выходит в 2 раза чаще. Если накапливается достаточная сумма инвестиций. Ну, в общем, все. Погнали смотреть демку. Ну, а на повестке дня у нас сегодня Хумен против Орка на карте Твистед Медаллс. Орк очень достойный. Прям такой, знаете, Лухари Виллэдж Спа Резорт. Лин. Сам его величество. Против него Энджой Сайландс. По-моему, тоже довольно мощный Хумен. Что-то очень знакомый никнейм. Ну и пока ребята строят первое здание, скажу, что... Для тех, кто еще в танке и не вылезал из него. Новость. Последние недели. Вышел новый патч, точнее готовится к выпуску нового патча в Warcraft от Blizzard. Патч 1.30. Blizzard не остановились на 29-м патче, где они немножечко побалансировали и подкалибровали героев. Увеличили всем скорость передвижения. Еще там ряд определенных изменений внесли. Но, как выяснилось, это были только цветочки. Патч 1.30 внес совершенно залихватские изменения. То есть ребята приберегали ягодки на потом. Прям машут шашкой по полной программе. И вот теперь можно сказать, что с патчем 1.30 игра действительно была перебалансирована. Изменились очень много истоты по юнитам. Изменились тайминги, изменились билдодеры, изменились тиры, на которых эти юниты строятся. И думаю, что теперь Warcraft будет изобиловать совершенно иными стратегиями. С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Ну, хорошо, конечно, для тех, кто в Warcraft играет. Согласен с кухом, что вряд ли это привлечет большое количество новых игроков. Дело не в патчах и балансах. Дело в том, что, на мой взгляд, RTS уже ушла. И как не балансируй, а покойничка не поднять. Ну, конечно, играют еще в Warcraft те, кто по олдскулу. Да, иногда появляются новые звездочки, но в процентном соотношении, безусловно, большая часть молодых игроков будет двигать в мобы и в какие-то новые игры. Ну, в PUBG, естественно, и прочее, прочее, прочее. RTS в этом отношении достаются жалкие объектки. Ну, и те долго не живут. То есть мало кто из них достигает какого-то уровня. В основном гоняют по фану. Ну, а олдскулов, старичков развлечь. За это, конечно, Близзардом огромное спасибо. Плохо это, потому что лично для меня плохо. Я сейчас активно Warcraft не практикую для того, чтобы понять новый патч, понять баланс. Требуется, конечно же, играть на ладдере. Недостаточно прочитать список изменений, с одной стороны. С другой стороны, может и к лучшему, потому что пока мы с вами рассматриваем демки только старых патчей. Со старым балансом, который я помню, знаю, привык и, в общем, с старыми добрыми героями, о которых мы знаем все. Возможно, мы когда-нибудь перейдем на реплей нового патча, но это будет очень скоро, как мне кажется. Ну, и к этому моменту я надеюсь, что как-то все-таки поставлю Warcraft. Правда, играть активно и практиковать лично с точки зрения игрока я не планирую. Все-таки у меня немножко другая специализация. Вот это болтология, о которой вы уже 50 выпусков развлекаетесь. Ладно, давайте к игре. У нас здесь почти, ну, нет, не почти третий, но наполовину третий. Архимакс с поясом силы, что немного поможет против Блэйда. Да, труднее будет завалить деда на коне. Блэйда колечко не особо полезное. Так, а там Архимаг, да, по-моему, Блэйд добил моба. Судя по всему, экспу Архимага не прибавилось. Главное, чтобы сетку сейчас не накинули на дедушку, а то Блэйд ему объяснит, что за жизнь в неволе отправит его на параш. Извините за тюремный сленг, я сегодня все утро смотрел ролики, где блогеры стебали всяких идиотов из АОЕ. Поэтому Фарту Масти, Часик в Радости и прочее у меня прочно засело в башке этим утром. Ах, это были действительно веселые ролики. Какие же дегенераты в этих движениях, просто дивы даешься. Ну ладно, давайте об игре. Архимаг пытается где-то себе наковырять на третий левел и бомжует на зеленых точках, откровенно подбирается в переходах. Вообще, где-то там под базой орка тусит. Вообще, вот на этой карте есть ли кросс-респы, такие как сейчас. Хоманы очень часто практиковали фаз третьего Архимага. Быстрый криппинг обсерватории, криппинг лагеря наемников и выход в быструю застройку. Но это скорее все-таки в матчах против хуманов, например, ну в зеркалках, там где именно харасят. Лезть на две жирных точки под блейдом, ни один здравый хуман в трезвой памяти и твердом уме не отважится. Мне очень нравится цветовая палитра, потому что примерно одинаковые они на карте. Розовый, фиолетовый, примерно одной гаммы цвета и тяжело различать на карте. Но мы будем стараться, конечно. Мы будем стараться. Блэйд купил сапожки, чтобы догонять. Купил цирклетку, чтобы долбить сильнее по хребтине, догоняя сапогом. Вообще сапоги были must-have предметом долгое время. А вот в последнем патче 1.29, да и перед ним, по-моему, перед самым выходом этого патча, в общем, на закате с патча 1.28, по-моему, ну короче, 1.26, да, или 1.28. Ну короче, на закате старого винрарного патча, который просуществовал дольше, чем любые другие, почему-то покупать сапоги стало немодным. Я много у прогеймеров видел побегушки без сапог. Это у меня вызвало изумление, ведь никаких изменений не было, а сапоги покупать перестали. Подорожали, наверное. А может быть, летом. Зачем летом сапоги? Постройка завершена. Архимаг тоже нормально затарен, у него все есть для того, чтобы счастливо жить. И только нет третьего левела, а это печально. Он пытается Гранта как-то выкосить, но под скроллов спидом Грант дает стрекача. Но дед не отчаивается, он выследил, он примерно чует. Чует его по запаху, понимаете? Штаны-то грязные у этого Гранта. Он понимает, что где-то рядом бегает дед. А, ой, кстати, футменом отвлек. А что ты не побежал? Не нашел все-таки. Грант родился в рубашке. А, за Элевом. Элев пытался отдаться на крипах, но не получилось. Ну все. Миссия спасти рядового Гранта была выполнена успешно. Маутен Кинг, лесопилка, две арканки. В общем, все нам говорит о застройке. Но, не знаю, слишком уж она будет поздней. К тому моменту Shadowhunter успеет прокачаться до третьего левела. Почти до третьего левела точно. Вот и Блэйд будет унашать Крипеца Маутен Кингу. Если орк, конечно, соображает. А орк соображает, уж будьте уверены, это вам не просто какой-то Василий Изотопович и Фуфлавмецинов. Это Лин, король орков корейских. Лучше вроде и не было за всю историю. То есть в Китае был Флай, в Корее Лин. Ну, за картам, понятно, но это уж совсем венрарные времена. Махровые, о которых мы не говорим. Тогда Warcraft был другой. Я, как и в футболе, уверен, что если бы нам старика Хатабыча удалось как-то вызвать, и он повернул время вспять. Например, нашу сборную современную, любую, например, современную сборную в Бразилии перенес бы в старые времена и поставил играть против той сборной Бразилии с Пиле. Я уверен, что от тех бразильцев бы не осталось вообще мокрого места. И этот Пиле бы не подонал вообще, что происходит. Им бы наколотили 20 голов за 15 минут. Потому что футбол был другой, скорости были другие, схемы были другие. Все было медленно, тягучее. Легкого тотального футбола. Защитники не выходили за свою половину поля. Нападающие не возвращались назад. Но я, конечно, немножко гипертрофированно говорю, но так и было. И та сборная Бразилии бы просто ошалела от того, чтобы с ними сделала эта сборная Бразилии. Так и Warcraft. Я думаю, если бы там Лин с его контролем безумным против того Закарда вышел, Закарда бы тоже охренел просто от того, что Блэйдмастер... Закарда придумал Блэйдмастера, как говорят, да, легенды. Но он бы охренел от того, что можно делать с этим Блэйдмастером, И как можно контролить каждого юнита, И как можно в 10 местах нам вести свои маневры. Так что, все-таки, я думаю, самые топовые игроки Warcraft были уже во времена. Более, скажем, не то, что поздние, но там 2008 год, это вот так. А за картами все-таки Венраду, совсем Венраду, чувак. Археоптерикс. Ну, мы снова отвлеклись, просто ничего интересного не происходит. Вот первая стычка под магазином, закрепленным орком, Mountain King с клапом, я не знаю, может, это уже паща один. Хотя, с другой стороны, ну, Демон Хантера нет, Можно брать клапы болт, но там Архимагу плохо, Лошадь нажимает ТП, в общем, Лин показал, как он будет работать. И... да, не будет никакой застройки, безусловно, Безусловно, и, конечно, у Хумана очень плохая ситуация, то есть, непонятно. Блэйд прокачан, СХ прокачан, Кодой делается, а Орк выходит в свой Жесткий полтинник. А, Хуман там, да, я пока вам все рассказывал, какая нафиг застройка, тут экспант уже, вот сюда бывает. Как Лин это пропустил, я не знаю. Но, с другой стороны, отбивать это будет сейчас очень тяжело. Очень уж мощный Блэйд, у него еще и Вейжин есть. Который превращает его немножечко в Демон Хантера. Две вышки, но, мне кажется, для Орка это сущие пустяки. Хуман тэпается, пока он тэпнется, уже не будет магической вышки. Шэдоу Хантер хилит, не знаю, сколько у него маны. Немножко растянулась армия Орка, и Блэйдмастер загулялся, а он под Энвулом там режет рабочих. Ну, начинаем сражаться. Хуман пытается тыкнуть Шэдоу Хантера, подконтроливает Лин. Гранта прекрасно вообще все отконтроливает. Гранта пытался отвести под скроллспидом, но терять его. Под болтом еще один падает райдер. Вышка тут Хумана помогает. И как-то вот он отковыривается здесь все же из этой ситуации. Помогают, конечно, вторые леммы. Где диспл? Диспл нет пока, может быть, закончилась мана у спиритволкеров. И остаются здесь буквально несколько Грантов. Подходит кодой. Надо жрать, наверное, элементарь. Отличный диспл по одному и второго продамажили. Шэдоу Хантер почти четвертый. Есть свиток. Есть, кстати, защитная аура. Тоже прекрасный итем для орка. Учитывая, что у Хумана все-таки всегда будут нелишные юниты, которые сражаются не фокусом, а распределяя урон, то эта аура работает феерично. Убежал дерзкий райдер. Дерзкий Шидоу Хантера. А у Хумана ЛТП нет. А магазин ему сейчас несут. И орк может теперь вот так вот бесконечно разводить. Чем хороший лин, вообще, чем мне нравятся элитные игроки, богемные, они всегда, да, может быть, много довольно игроков с неплохим контролем, которые могут тыкать юнитов, но вот такие игроки, как Лин, такого, знаете, поднебесного лакшери уровня, они мне очень здорово ориентироваться в мелкой тактике. Они прекрасно чувствуют, там, где можно забежать, где можно развести, где можно там снести магазин и вот оставить Хумана, например, без ТП. Оббежал слева, не знаю, боится он соваться, не знаю, есть ли у Артемага ТП. У 40 должен быть и вниз на этот случай, конечно, но 40 далеко съел кодой элемы. Это правильная элемы, наносит довольно много дэмэджа и является очень неприятным таким. А вот он оборону Хумана, уже начинают падать рабочие. Лин давит, давит жестко, но экспант у Хумана выжил. Вот, что самое важное. И сейчас, ой, болт ловит Блейбмастер, там должно быть лечение свиточек от Шэдоу Хантера. Ну, у Блейда есть ТП, и он понимает, что, видимо, пора. Убивает, кстати, Маутен Кинга и понимает, что ему пора. Нет, оставляет армию сражаться здесь. Если вы сходите... Да, отлично, еще Футмен там самый дерзкий, наверное, вышел, а там из-за угла на него трое. Там бы и Блейд сам бы ему объяснил, почем фунт изюмует. В общем, Футмен что-то перепутал в своей жизни. Все, пошло лечение от Шэдоу Хантера, Диспл, Элема, все очень жестко. У Архимага остается целая Орда 40 против Орды Бугаев. Спирит Волкеров, Райдеров и прочего счастья. Пытается не дать на Аккультингу выйти. Сетка, сетка. Там только один Райдер, к сожалению, две сетки он бросать не умеет пока. Это не рыбак на Волге. Не браконьер, который рак оплодит, да? Поэтому только одна сетка. Но минусалф нет, отчинивает отчаянными усилиями. Но там у Блейда очень много дэмэджа. Райдера отводим. Как-то живет алтарь. Но и... Да, уже перечинивает. Ну вот она сетка решающая. И надо, надо, надо. Да. Маутен Кинг не выходит ценой Райдера, но... Да, из таверны был выкуплен, уже все понимал. Саленс. Но держится Хуман. Самая главная его надежда это экспант. И здесь он отбился, заставил Орга тэпнуться. Сейчас здесь можно отстроиться, построить какую-то стенку. Здесь нужно что-то, иначе Орг будет на халяву забегать на мейн. А Орг тоже, знаете, не особо отупил. Он поставил ответ на экспант. Молодец. Ну, Линк тут сомневался вообще. Делает грейды на грантов. Все, экспант у него работает. Все у него прекрасно. И подкиливается Блэйд. Ну, в общем, теперь преимущество Хумана нивелировано. По армии, естественно, Орг выигрывает. У него лучшие герои. Я завершена. Экспант на экспант. Хуман вообще ничего не знает об нычке Орга. И он думает, о боже, меня сейчас придут добивать, пушить. Меня придут сейчас допидывать. Ведь Орг будет олвинить. Он не убил мне экспант. И даже не понимает, что Орг не собирается вообще. Бабанка. Прекрасно себя чувствует на этой карте. С ответной мычкой. Ну, можно Тир-3, например, ждать. Да, на Тир-3 у Орга много полезных. Плюх, бетон. Который в патче 1.30 у Орга будет на Тир-2. Привет, застройка. Вообще, патч 1.30 убил Хуманов. И, конечно, они прекрасно им дали сферу Архимага. Ну, вообще, сферу Огня нормально бафнули. И вертолет, наверное, с картечью на Тир-2 можно строить с шрапнелью. Кому это нахрен нужно, когда вам зафиксили вообще экспанды? Все дороже, все хуже. Ну, просто жесть. Менты быстрее форму сбрасывают. То есть, там Хуману будет очень тяжело теперь ставить экспанды. Так что, в последние деньги, когда мы наблюдаем вот такие игры, где Хуман может вообще что-то поставить в эту иконечку. Вот, а Орков, но Тир-3 пока по старинке. И Бетон, и Орба, и Аура Кадоев, и Хэтхантеры. Они же Берсерки. Инычка из Шкапунти. Вроде ничего не забыл основного. Готово. Исследование завершено. Ну, и третий герой, безусловно. Но он у всех есть, конечно. Не только у Орка. Приставим диспел, что ты будешь диспелить, я не знаю, друг. С Омонов у Орка нет, а эмпатию лучше просто перебрасывать на свою армию через спеллбрейкеров. Но Хуману виднее. Может быть я что-то не догоняю. Непонятно, что собирается диспелить сейчас Саленс. Два свинка, ой, там еще, ой, господи. Кстати, продал или передал? Скорее всего, все-таки передал. Неужели Саленс надо продавать против Хумана? Я не верю своим глазам, потому что Саленс это прекрасный девайс. Это затыкает там выбора, выборочно целые отряды кастеров. И плюс Хуман тут в инвизе собирается разводить. Готово. Орк вырывается в Хуманскую базу. Но это бы не был бы с реплей, если бы сейчас Лин просто взял и задавил, правда? Такого не может быть. Хуман там в это время орудует на базе у Орка. В ответ. Знакомятся со своими пионами. Очень приятно, царь, царь, очень приятно. Всем по фаербору. Да, Хуман пошел в размен баз, но если честно... Орк быстрее снесет ему экспант и текнуться на мейн. Ну, Хуман, здесь нет шансов. Сорки и присты это не тот состав, который уничтожает здание. Не, по Боросам работают, безусловно, отлично. Но Хуману больше ничего не остается. Он не может соркин сражаться в чистом поле. Просто не может. Так. Там втихаря он пытался... Вообще, Рафаризака убил. Сорку убил. Втихаря пытался Хуман вышки построить на Орчей базе. Ну, даже если бы они достроились, они бы ничего ему не дали. Все очень плохо у Хумана. Да, у Орка минус supply должен быть. Да. Всех цапель перебил, но... А что дальше? А ты будешь бегать в инвиз теперь всю игру? Интересно. Хорошо, Орк сейчас придет просто на мейн. Что ты будешь делать там? Это просто разрыв. Ну, во-первых, Орк может купить рассветку. Орк может на обсерваторию поставить пиона. Орк может сделать одного шамана с глазом. Я не знаю, глаз у него, по-моему, сразу доступен, если я не ошибаюсь. А потом уже ловушки и хилинварды, да, скорее всего. Ну, то есть, все что угодно. У Орка как раз против этой фигни есть огромное количество... Он не видит Хумана. Но юниты пройти не могут, Орк должен это понять. В общем, Орка против Хумана есть огромное количество разных средств. Вот таких вот стратегий инвизных. Против эльфов еще в инвиз играет. Хотя у эльфа тоже есть совы, есть там разные штуки. Но Орк это, наверное, худшая раса, против которой можно играть в инвиз. Но хуже, наверное, только Андетт, у которого еще и шриды по всей карте. Короче, такое, ребята. Вот. Ну, а Хуман здесь вышел из инвиза и удивляет. Может, подрывничков? Может, взорвать Орку Мэйн? Надо как-то что-то делать, надо как-то сражаться. У МК там тоже девайсы нормальные, кстати. МК очень жесткие. Много у него клап, молоток. Он прям удачно играет девайс. Мантия ученого. Или как это называется эта штука, которая дает интеллигенс. Так. Два элема. Да, правильно, за инвизить элемов самое главное. А почему? Потому что я их от диспеллеров. Засейвил элемов, чтобы потом харасить. Вы поняли, что творит? Красава, красава. А что там у нас? Да, тэпнулся сюда. Элемы в инвизе пошли на харас. Я помню, как такие игры выигрывал чел. Не помню, какой хуман. Может, даже инфиа. Много было. Много талантливых хуманов имеется на свете. Он вот так вот орка на каком-то турнире. Ну, таком топовом турнире. Захарасил с амонами. Элемы и кабаны невидимые бежали. Армия стояла просто на мэйне, дико хохотала. А на базе орка постоянно тусили невидимые элемы и кабаны. Которые захарасили им экономику в усмерть вообще. Ну да, хуман начинает партизанщину. Ему ничего не остается. В открытом поле с орком биться не может. Ну, у меня вопрос. А что делать? Да, он, кстати, нормально нахарасил, к слову. Господи, неужели он выиграет? Смотрите, какой изощренный парень-то этот Саленс. Так. Четвертого левела МК. Что выпало? Что выпало? Камень жизни. Умк 1375 хп. Очень он здоровый бугай. Орк успеет снести, да, снести экспант и убегает. Как этот экспант вообще успел отстроить хуман, что ли? Не знаю. Денегу Саленса больше на это нет. Начинается сражение. И вот здесь, конечно, во-первых, Саленс на МК. Но МК готовится клапнуть. Он готовится. Здесь надо контролить. Как боженьки, у хумана заканчивается, кстати, мейн. Шэдоу Хантер пятый. И вцепляется в него МАУТАН КИНГ. Бультерьер в ляжку. Но тут такой хил. Там Блэйдмайстер по кастерам должен. Или по Архимагу. Архимаг под Энгулом. Значит, Блэйд пытался его убить. Сетки, сетки. Но орка просто больше. Понимаете? И он жестче. И снова на МАУТАН КИНГ. Сайленс. И Блэйдмайстер. Ой, шестого левела Мамбагун. Да, забейте. У него еще Энгул есть. Нет, это ГГ. То есть Хуман здесь, наверное, не должен был принимать бой. Я не знаю, че он триггернется на ТП. Человек партизанил, партизанил. Вдруг вышел из тени и начал на кулаках махаться. Так нельзя. Партизанская война должна быть в разводах. У него были, кстати, шансы. У орка были очень битые здания. И реально снести мейн. Как-то элемами подорвать еще. Снести экспант. И дальше давайте улыбаться на мейне. Не знаю, надо было идти в эти размены. А так... А так у Хумана очень мало чего остается. Самое главное, что у МК уже нет маны. Сеточка на него. Энгул на последний ХП. Христиане пытаются истошно добить Шэдоу Хантера. Есть у него мана. По-моему, не должно быть. Можно сейчас, кстати, пляску включить. Потому что маны... Ой-ой-ой! Блейдмастер! Блейдмастер! А вот это переворот с подъемом! Боже, какой молоток божественный! Че-то Алин расслабился, ребят. Но орка все равно больше. Но без Блейдмасты тут как бы... Уже не повоюешь? Ё-моё! Диспл-диспл! Ой, молоток еще! Хорош! И гонят! Гонят армию Лина! Она под слоу сейчас! Она не уйдет! Лол! Черт! Ну это матенкинг! Вот он такой! У Хумана нет ресурсов! У него 42 лимита! Но... Черт возьми! Какой же Молотенкинг божественный кузнец! Все молотки раздал! Тор нервно курит в сторонке! Молча завидует! Хорош! Хагош! Просто хагош! Норк пытается выкупить... Есть ли деньги? Вот в чем вопрос. Там экспант работает. Без Блейда вообще никак! Так, всех догоняют! Всех насилуют! Убивают! Лин что-то не понимает вообще, как жить ему! Неужели ресурсов нет? Ладер, ладер! А что случилось? У него соплаев нету! У него же нет! Он может быть и не построил Бороуса-то! Пошел типа убить! Лин сетует на то, что это не очень хорошее место для тренинга! Да! Вот так вот бьют! Can't play serious! Бьют! Понимаете? Почем зря! Бьют! Светочей! Корейского Варкрафта! Папашек! Что такое? Огреб от ладерного... От ладерного экземпляра! Ай-яй-яй-яй-яй! Не уважают авторитетов в ладере! Маэстро огорчен! Ну что сделать? Что сделать? Кудесник! Что делать? Сапплай строить надо! Ой-ой-ой! А это же Архимаг! Шестого левела! Добрый вечер! Найдвизновая лева! Красава! Вот это бест! Конечно! Блин! Лин шел уже убивать Хубана! Два четких молотка! От Маутен Кинга! Перевернули игру! Снок-нок! В общем, я, конечно, такого предположить не мог! Хорош! Хорош! Отличная игра! Прекрасно исполненная Хубаном! Разбрасывание молотков! Давайте всем по молотку! И, наконец, Хубаны выиграли! Я думаю, что у нас в экстазе будут биться сейчас зрители этой рубрики! Чего вам и желаю! Напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте! И там зал славы! Куда попадают все, кто хоть раз засаппортил рубрику! Наши щедрые друзья! Список топ-5 самых состоятельных и самых любвеобильных из них на ваших экранах! Вступайте в группу ВКонтакте! Подписывайтесь на все на свете! Подписывайтесь на мои каналы! Мне тоже будет приятно! В общем, до новых встреч! Warcraft продолжается! Пока, ребята!